ребятки всем привет с вами снова береза давно не виделись в лесу я очень рад что выбрался наконец продолжаем разбирать различные способы как можно забраться на дерево и сейчас я ищу подходящее дерево на которое мне можно будет залезть то есть высокие вот такие мне не подойдут не подходят мы уже рассматривали предыдущий раз как можно залезть на подобное дерево я сейчас ищу дерево с надежными не тонкими сучками которые находятся не так высоко чтобы не можно было забросить веревку и вот по моему одно я уже нашел вот такая березка смотрите высота достаточной чтобы мне забросить веревку на него ну и сучки я буду надеяться что особенно вот этот вот должен выдержать должны выдержать значит здесь располагаюсь и вы вместе со мной работаем значит как всегда чтобы клещи не забрались на мои вещи на мой рюкзак который я сейчас оставлю я подвешу его на дерево чтобы мне никого домой не принести нежелательных гостей ну вот тут принципе можно наблюдать бегающих суетящихся муравьев соответственно клещей здесь не должно быть по определению потому что муравьи там где муравьи там нет других нежелательных насекомых они всех пускают в расход и даже можно было бы конечно поставить и на землю потому что клещей здесь нету но опять же здесь есть муравьи зачем нам дома муравьи и зачем вообще их выносить из леса из своего домика пускай живут здесь а мы рюкзак подвешу я вот на это дерево значит мне сейчас нужно веревку закинуть вот на тот сук такие перекину через него заранее нужно продумать как потом ее обратно надо будет возвращать в общем сейчас посмотрю если длины веревки хватит то наверное пропущу ее через точку опоры и зафиксирую где-то внизу здесь если длины не хватит то придется применить карабинную удавку и карабину привязать не знаю меня что-то по веревкам не так много привяжу значит карабинную веревку для того чтобы потом когда спущусь вниз мне можно было это все сдернуть и вернуть веревка мне нужно я за нее денег платил в общем чтобы закинуть туда веревку через этот сук пришлось немного потрудиться стало чуть чуть теплее я даже снял куртку вот длины веревки у меня хватило не стали делать карабинную удавку там наверху ну для этого необходимо еще конец запасной веревки который будет привязываться карабину чтобы потом выдергивать а у меня такое нет можно было конечно приспособить я бы нашел средства но не хочется заморачиваться поэтому я сделал просто вот здесь вот у основания дерева завязал булинь это все будет якорем держать я сейчас буду дальше делать следующие действия следующие шаги к нашему подъему очень мне понадобится сейчас два реп шнура которым я буду делать две точки крепления к протянутой же веревки одна будет под ногу другая крепится к так называемой системе у меня есть брюшной ремень который рассчитан для крепления карабина то есть вместо альпинистской обвязки вместо вот этого страховочной системы но я сейчас сделаю более надежную прям железо железо бетонную по надежности обвязку хоть она конечно и неудобная она режет натирает части тела если это без одежды или одежда тонкая но в ней надежности больше чем в этом ремне хотя я в нем уже не раз и спускался и страховался где-то тем не менее я сейчас применю вот такой простой но надежный элемент снаряжение который может пригодиться в любой ситуации занимаетесь хозяйственной деятельностью какими-то ремонтами еще нету страховочной системы можно всегда из подручного материала из веревки частности связать себе вот такой вот нехитрые приспособление в общем как связать такую со обвязку я обязательно запилю видос если это видео наберет достаточное количество лайков и так теперь мне нужно на этой веревке сделать две петли закрепив их на ней узлом прусика схватывающий узел так называемый узел прусика итак вот две петли у меня закреплены узлами прусика это для ноги стремя это я стегну карабин будет у меня две точки крепления две точки опоры как работает этот узел то есть свободно он перемещается вверх вниз без нагрузки и под нагрузкой он схватывается и тормозит вот такой вот простой но в то же время полезный узел тормозящий после нагрузки опять он свободно продолжает свои движения и и и и и и и и так ну вот принцип действия очень простой усилий здесь колоссальных каких-то не потребуется не нужно то есть ты постоянно находишься в положении виса можно расслабить руки расслабить ноги фактически они не напрягаются вот у меня . крепления вот они все узлы на месте петли петли то есть предыдущие моменты которые я показывал на канале как залезть на дерево требует больше физических усилий здесь физических усилий меньше но нужно больше навыков больше элементов в плане там снаряжение веревки реп шнуры обвязка но он гораздо проще гораздо удобнее и эффективнее как видите спускаться значит в обратной хронологии подвисли ножку подняли узел расслабился его опустили вниз дальше на ножку встали натяжение здесь ослабилось спустили вниз и так далее в таком алгоритме в таком же порядке значит какие ключевые моменты немаловажный такой фактор что точка опоры у петли не должна иметь узла то есть вот этот узел он выносится сбоку то есть это тоже заранее надо продумать чтобы узел находился сбоку вот у меня узлы крепления на веревке и узлы которыми я фиксировал петли чтобы их закольцевать вот они у меня сбоку чтобы не было опоры на узел не было нагрузки прям давление прямого на сам узел вот этот момент очень важный да и конечно же не пытайтесь данные повторить самостоятельно без контроля кого-либо со стороны как минимум вдвоем чтобы за вами наблюдал кто-то кто может вам помочь оказать в случае чего я себе такое позволил это конечно мне тоже жирный минус но я соблюдал все меры осторожности безопасности и не забывайте что у меня есть все таки определенные навыки и определенный опыт в плане безопасности личной так что самое главное это жизнь и здоровье соответственно нужно нарабатывать навыки чтобы это все приумножать и увеличивать для сохранения своего здоровья и здоровья и жизни своих окружающих ну вот ребятки я надеюсь что был для вас полезен на этом у меня все всем добра до связи как мы будем в следующих встреч субтитрах и до новых встреч